Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. В каникулы по-взрослому. Около 700 анапских подростков будут трудоустроены на лето с настоящими правами, обязанностями и зарплатой. Они знают все о капризах погоды. Анапская метеорологическая станция в составе краевого гидромедцентра отмечает юбилей. Одна палка, три струны. В день символа русской культуры, балалайки, музыканты-народники со всей страны показали класс в Анапе. Застройщикам напомнили о правилах благоустройства. Глава курорта потребовал прекратить строительные работы в центральной части Анапы, а на периферии оформить объекты стройки как должно. Соответствующее поручение Сергей Сергеев дал во время рабочего объезда. Полосу препятствий для пешеходов устроил застройщик на улице Самбурово 216. Разрешение оформил в 2011 году, а саму стройку развернул в 2017. Вот здесь посмотрите, что творится. Сезон идет. А вы сидите по кабине там все. И у вас все нормально. Не скрывает застройщик свои планы на участок муниципальной земли, но автомобильной стоянки за счет газона не будет. Провести благоустройство в течение суток. Поручение главы. На, ты проверяйте, принимайте меры и докладывайте. И по Крымской тоже самое. По информации Управления архитектуры на Крымской 109 разрешение выдано в 2011 году. Намерение собственник участка реализует спустя 6 лет. Делает это не соблюдая ни сроки стройки, ни правила благоустройства. Еще один адрес в маршруте главы переулок Родникова в Алексеевке. За ограждением идет стройка, но никаких опознавательных знаков нет. Вы выйдите сюда, прежде чем он начинает работать, вы главный архитектор. Придите, пригласите людей, пригласите непосредственных соседей. Скажите, как вам? Вот это все будет. Пусть он объяснит им, почему он по периметру копает. Он проекта даже не показывает людям. Городские службы провели работу с застройщиками по указанным адресам. На Самбурово прилегающую территорию освободили от стройматериалов, а затем принялись за устройство клумбы. По строительству в переулке Родниковом муниципальный контроль проверяет разрешительную документацию. На Крымской фасад недостроенного здания скрыли за ограждением. В детском саду Виктория завершается ремонт кровли. Подрядчики планируют в течение двух недель сдать работу. Необходимость заменить кровлю в детском дошкольном учреждении назрела давно. Крыша протекала, из-за чего приходила в негодность внутренняя отделка. Строительные материалы приобрели на средства муниципального бюджета. Часть расходов взял на себя депутат Госдумы Иван Демченко. Ремонт длился три месяца. Все основные работы уже завершены. Завершение работ по ремонту и подписание актов, выполненных работ, планируется на начало июля. Ремонт был начат 10 апреля этого года и проводился на всех четырех литерах детского сада. Анапские медики предупреждают об опасности заразиться толеремией. Это заболевание природно-очагового характера, проявляющегося в виде острой инфекции, с поражением лимфоузлов, кожных покровов и даже слизистых. Сейчас наступила самая благоприятная среда для роста и распространения инфекции. Переносчиками чаще всего являются грызуны и кровососущие. Однако микробы могут быть в воде и на немытых овощах и фруктах. Также инфекция может передаться человеку от сельскохозяйственных и домашних животных. В Анапе пока не зарегистрировано ни одного случая толеремии. Но медики отмечают, заболевание хоть и редкое, но вполне возможно и к тому же протекает достаточно тяжело. Заболевание может наступить при проникновении даже одной единственной микробной клетки. И заболеваемость стопроцентная. Если попал к человеку, то обязательно будет. Существует несколько форм. Вот кожного бонная, когда там, где вскапливается их больше всего, в лимфатических узлах, образуются бубоны, которых видно невооруженным глазом. Очень большие. Потом они прорываются, образуются язвы и длительное лечение. Высокая температура до 40 градусов, сухой кашель, боли в животе, может быть рвота, жидкий стул, головокружение, покраснение, отечность лица, озноб. Болезнь может поражать и внутренние органы, поэтому при первых симптомах необходимо сразу же обращаться к врачу. Но еще лучше принимать меры профилактики. Самый действенный заслон от инфекции – вакцинация. Прививку можно получить в городской поликлинике, обратившись к своему участковому врачу. Около 700 подростков будут трудоустроены на время летних каникул. В рамках региональной программы «Дети Анапы» Центр занятости населения помогает анапским школьникам найти работу. В основном юноши и девушки заняты при школах, на летних площадках, санаториях и молодежном центре 21 век. Всего договоры на временное трудоустройство заключены более чем с пятью десятью работодателями. Как признаются сами подростки, это не только отличный способ найти занятия по душе, но и заработать собственные деньги. Эти ребята время каникул решили провести с пользой не только для себя, но и для общества. Им предоставили места работников зеленого хозяйства в санатории «Русь». В обязанности входит поддержание участка в чистоте и ухаживание за зелеными насаждениями. Денис участвует в программе «Дети Анапы» второй год. После 11 класса планирует уехать учиться в другой город. Деньги на первое время решил заработать сам. Работа не особо сложная, хорошо платит. Ты можешь заработать себе деньги на свои личные нужды, чтобы не напрягать родителей лишний раз. За юными работниками закрепляют куратора, который всегда поможет в работе и даст новое задание. Наставники отмечают, подростки трудятся не хуже взрослых и уже понимают ценность заработанных своим трудом денег. Я считаю, что дети должны знать, что такое труд, как зарабатываются деньги. Не только брать у родителей, но и они хотят заработать сами. И, конечно, надо приучать молодежь к труду. В этом году в Анапе уже трудоустроили 360 подростков. Всего планируется занять около 700 человек. В программе участвуют подростки старше 14 лет. У школьников неполный рабочий день с 8 до 12-40. Зарплата в среднем 10 тысяч рублей. Работа несложная, преимущественно на свежем воздухе. Плюсы очевидны. Ребята учатся работать в коллективе, получают новые навыки и знания, а также заработанные своим трудом деньги. Работают они, соответственно, с трудовым кодексом. То есть, это не полный рабочий день. Это запрещены, естественно, работы с какими-то колюще-режущими предметами. То, что может причинить опасность здоровья. То есть, все в соответствии с нормами, в соответствии с трудовым законодательством. В первую очередь, они немножко независимы от родителей станут. В какой-то мере могут себе что-то позволить, получая заработную плату, получая материальную поддержку. Это уже материальная составляющая. И, естественно, занятость. То есть, не болтаются они по улицам, не сидят в интернете. Все желающие временно трудоустроиться могут обратиться в Центр занятости населения по адресу улица Калинина, 12А или через портал кубзан.ру. В Анапе весело и интересно отметят День молодежи. Накануне праздника, 26 июня, сквер Ивана Гудовича превратится в большую интерактивную площадку. Многочисленные мастер-классы, спортивные состязания, настольные и интеллектуальные игры, фото-зоны. Для любителей поэзии и живой музыки будет работать площадка «Свободный микрофон», где все желающие смогут исполнить стихотворения, а также произведения классической литературы. Ожидается выступление анапской группы «Молодость». В это же время состоится торжественная церемония награждения благодарностями активистов ученического, студенческого и молодежного советов, волонтеров, которые весь прошедший год принимали активное участие в жизни города Анапа. Управление по делам молодежи приглашает всех присоединиться к празднику в воскресенье в 10 часов утра. Это важное слово – погода. Краснодарский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня отмечает 70-летний юбилей. В состав центра входят наблюдательные пункты по всему краю. Один из них находится и на нашем курорте. Морская гидрометеорологическая станция Анапа была открыта на полвека раньше самого краевого гидрометцентра. И свой 120-летний юбилей анапские синоптики отметят уже в августе. Наши корреспонденты побывали на станции и пообщались с теми, кто следит за всеми капризами погоды. У природы нет плохой погоды – главный девиз анапских синоптиков. В далеком 1897 году были начаты наблюдения за погодой, которые прерывались только в период оккупации Анапы в годы Великой Отечественной войны. Сейчас работа отлажена до мелочей. Галина Зеленская – техник-метеоролог. Вот уже много лет подряд она собирает данные о погоде с внешних устройств. Температура воздуха, земли и другие данные изучаются каждые три часа. У нас здесь расположен гелиограф, солнышко, продолжительность солнечного сияния. Смотрим визуально это все, мы отчеты потом делаем. Здесь же также у нас психрометрическая обудка. Это у нас температура воздуха. Все это мы тоже измеряем. Термометры напочвенные тоже за почвой следим. Как бы измеряем температуру почвы. У нас сейчас стоит станция АМК, новая станция, автоматическая станция у нас стоит. Вот, она на данный момент сейчас большую часть функции выполняет нашу. Автоматическая станция – это настоящий прорыв в метеорологии. Здесь точностью до сотых измеряются всепогодные данные. И опять же, каждые три часа отчет в краевой центр. Сбор информации производится круглосуточно, то есть независимо, в ночь, день, ежечасно, даже можно сказать ежеминутно. Отсюда от нас сразу идет Краснодарский гидрометцентр и Ростовская ОГМС и Москва. То есть непосредственно сразу попадает на синоптиком. На основании этих данных, то есть это у нас станции 35 станций, на основании этих данных делают уже синоптики, прогнозируют погоду. То есть продвижение циклонов, антициклонов. Данные, которые снимаются вручную, и данные, снятые с автоматической станции, тщательно соотносятся. И несмотря на то, что на дворе уже 21 век, специалисты не перестают доверять барометру и термографам. Любопытный факт – в работе термографа используется человеческий волос. Он лучше всех реагирует на погодные изменения. Пластины, они тоже регулируются температурой и производят запись. И на основании полоса человеческого, то есть это старые фигуры, самописцы, влажность воздуха, то есть он фиксирует круглосуточно. Анапа в числе сейсмически неустойчивых районов. На курорте регулярно происходят мелкие землетрясения. Взволнованные жители сразу начинают звонить на метеостанцию. Но сейсмологи и метеорологи – это абсолютно разные профессии. И данными о землетрясениях анапские синоптики не располагают. Зато занимаются еще одним важным направлением – агрометеорологией. На основе их прогнозов решаются сроки посадки, сбора урожая и предупреждения в случае возникновения неблагоприятных метеоусловий. Анапский коллектив синоптиков – это дружная и ответственная команда. И сегодня она поздравляет старших товарищей Краснодарский гидрометеоцентр с юбилеем. В этом году, в августе, исполняется 120 лет со дня образования начала наблюдений. А также Краснодарскому гидрометеоцентру 70 лет с начала образования всех наших сотрудников, бывших, которые работают. Поздравляю, все души поздравляю с этим знаменательной датой. Желаю всем здоровья, счастья. Побольше ходить на это, на свежем воздухе и купаться в море. На прощание анапские синоптики поделились с нами свежим прогнозом. Хоть сейчас на курорте стоят прохладные дни, это временное явление. Уже на следующей неделе температура значительно повысится. И гостей, и жителей курорта ждет теплое и солнечное лето. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают и музыканты-народники. 23 июня – Всемирный день балалайки. Этот музыкальный инструмент – один из известнейших символов русской культуры. Его история уходит в глубины веков. Ни один праздник на Руси не обходился без мелодичного звучания балалайки. В наше время не так часто можно встретить музыканта-балалайчника. Однако в эти дни на курорте проходит фестиваль «Адрес детства России», на который съехались музыканты-народники со всех уголков страны. Среди них наши корреспонденты отыскали и профессиональных укоротителей трехструнного инструмента. Когда-то балалайка была одним из самых популярных музыкальных инструментов в России. Сейчас ее потеснила современная гитара. Педагоги оркестров в один голос твердят – инструменты разные, как по технике игры, так и по своему звучанию. Балалайка же еще и уникальна своим русским колоритам. Вы знаете, что, как говорится, когда за границу мы выезжаем, Russian Balayka всегда говорит, что балалайка – это русская душа. Вы понимаете, русская душа – вот это балалайка. Вот чем отличается. Вячеслав Титов приехал на фестиваль в Анапу со своим учеником из города Иваново. Обучает детей игре на музыкальных инструментах уже около 50 лет. По словам педагога, необходимо прежде всего заинтересовать юное дарование. Сначала рассказывает об игре на гитаре, а после переходит и к балалайке. Этот инструмент чуть более сложно освоить, но ее звонкая мелодия по-особому трогает душу. Дима Васильев играет со своим наставником получасовую программу. Обычно ребята добиваются таких результатов не раньше, чем за 4 года. Дима занимается всего лишь год, и за это время он успел выступить на всероссийских и региональных конкурсах. Ну это как-то необычно. Когда идешь по улице, не видишь, что кто-то сидит под мостом и играет на балалайке, все на гитаре. А это музыканты из Якутска. Коллектив играет на балалайке и домре. Ребята отмечают, звучание народных инструментов обладает чем-то магическим. Оно завораживает и совершенно отличается от современной музыки. Она очень приятная по звуку. Ее очень классно играть. Вот вы услышите, какой интерес вызывает. Не эстрада даже. Потому что люди, конечно, вот истосковались вот по этим вот. Вот вы слышите, да? Трогает душу. Вот что тут скажешь. Дети, затаив дыхание, слушают. Потому что, ну эстраду все как будто бы уже могут. Да, что там включил, попрыгал, подергался. А это же уже понимают дети, что это очень большой труд. Что это такое мастерство, которым надо заниматься часами. К сожалению, оркестры народных инструментов сейчас не столь популярны, как, например, современная эстрада. Но народники не огорчаются. Говорят, что и для них аудитория всегда найдется. Они и тут берут не количеством, а качеством. В наше время создавать уют в доме достаточно легко. В этом помогает и современная бытовая техника, и масса удобных мелочей, незаменимых в домашнем хозяйстве. В магазине «Алмаз» можно найти как необходимые товары для собственной кухни, интерьера или дачи, так и интересные предложения для владельцев гостиниц и пансионатов. Магазин «Алмаз» на улице Толстого хорошо знаком и анапчанам и гостям курорта. Все для стройки и ремонта, для сада и огорода, даже для ремонта яхт и катеров можно найти в «Алмазе». Необходимые бытовые товары также представлены в широком ассортименте. В нашем отделе мелкой бытовой техники есть товары для пансионатов, для санаториев, для обычного потребителя. Рады предложить очень большой выбор того, что потребуется в быту. Большой выбор также сопутствующих товаров. Здесь самый широкий в нашем городе курорте ассортимент мелкой бытовой техники для дома. Пылесосы, утюги актуален в летний сезон и большой выбор вентиляторов на стенах и напольных, а также сплит-систем, обычных, инверторных, экономичных в использовании. Товары как известных производителей «Самсон», «Горение» и другие, так и демократичные проверенные варианты. Магазин как бы существует давно, в общем-то, и очень большой ассортимент товара разного направления, включая электрики и чайники, это все на свете. Ну, очень положительные отзывы никогда не приходилось возвращать. Здесь же можно выбрать и технику для кухни, незаменимую в наши дни. Микроволновки, чайники, кофеварки, соковыжималки, весы и тостеры. Любая хозяюшка сможет найти здесь посуду на свой вкус, а также часы для интерьера. Сезон пикников в разгаре, поэтому актуально предложение товаров для дачи и выездов на природу. В отделе мелкой бытовой техники можно найти и автохолодильники, и плитки для приготовления пищи, и шашлычницы. Оценят заядлые путешественники всевозможные термосы и гриль решетки. В соседнем отделе представлена крупная бытовая техника в широком ценовом диапазоне. Водонагреватели, котлы, газовые, электрические. Причем есть модели с остеотитовым теном, которому не страшна жесткая вода. Здесь же большой выбор холодильников, стиральных машин, встраиваемой техники и посудомоек. Специальные предложения для предпринимателей – торговые холодильные оборудования и витрины. Магазин «Алмаз» находится по адресу Анапа, улица Толстого, 138. Вход со двора. Телефоны 42763 и 30405. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» колбаса «Ветчинная» 209,90. Сосиски «Родионовские» 269,90. Сервилат «Российский» 319,90. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая 93А. Крымская 98. Амелькова 28. И Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 24 и 25 июня в Анапе ожидается ясная погода. Вечером в субботу местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23-25 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 16 и выше нуля. Ветер переменной 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 21 градус. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь. Начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи.